АРЕНА СОБЫТИЙ Генеральный директор республиканского информационно-издательского холдинга «Саха-Медиа». Кирилл Алексеев, Кирилл Викторович, рад приветствовать. Здравствуйте. Можно просто Кирилл и Владимир. Конечно. В журналистике отчеств говорят нет. Говорят абсолютно нет. Да я подтверждаю это. Значит, будем говорить еще раз о тех кардинальных изменениях, которые ожидают государственные СМИ. Государственные два государственных издания «Саха-Серые» и «Якутия» с 1 января 2017 года. Ну, по этому поводу началось такое, если пользоваться выражением Василия Аксенова, одно сплошное корузо. Вот давайте мы в этом корузо как-то сейчас будем разбираться. Вообще, на самом деле, мне нравится, что такая ажитация вокруг этой темы возникла. А насколько Вам по сердцу тот резонанс, который, собственно говоря, вот она возбудила? Ну, на самом деле, речь-то идет ведь не только о переходе на... О сокращении количества выходов государственных изданий с 3 до 1 в неделю. И, соответственно, о переходе на бесплатную систему сбыта и высокие тиражи. Речь идет о комплексе мер, которые мы в составе «Саха-Медиа» предпринимаем для того, чтобы более эффективно, скажем так, доводить государственную информационную политику до населения. Но, конечно, самое резонансное – это было решение о переходе на высокие тиражи, на бесплатную подписку. И, собственно говоря, этот ажиотаж, о котором Вы сказали, ну, если подойти к этому философски, то, собственно, это сыграло нам на руку. Мы без большой рекламной кампании фактически уже сейчас выходим на те плановые показатели по тиражам на следующий год по обеим нашим газетам, по Якутии. Вот сейчас поговорим более подробно. До какой даты продлится подписка? Подписка продлится еще неделю до 3 ноября. То есть по специально организованным каналам коммуникации с населением. То есть это несколько номеров в WhatsApp, это заявка на нашем сайте ясия.ру и телефонный звонок. То есть мы это все… И плюс можно прийти… Можно прийти пешком, если в городе. Но если ты живешь в республике, а процентов 70 входящих звонков и корреспонденции от населения – это все-таки республика, что для нас очень важно. Потому что здесь в Якутске-то у людей есть информация, есть альтернативная информация, а в районах с этим все гораздо хуже. Поэтому наша задача была все-таки в первую очередь найти, восстановить аудиторию в районах республики, что мы и делаем. Сколько подписалось на сегодняшний день? Значит, мы прогнозируем тиражи газеты «Сахай-Сере» в районе 40 тысяч экземпляров, тиражи газеты «Якутия» в районе 60 тысяч экземпляров. То есть, совокупный тираж государственных СМИ еженедельников с января следующего года составит в районе 100 тысяч экземпляров. Он может превысить эту цифру даже? Вполне возможно, но какие-то… Я думаю, что да. В течение следующего года мы продолжим оформлять бесплатную подписку. Мы посмотрим, с какого времени это лучше сделать. Посмотрим, как этот проект пойдет, как население будет воспринимать ту печатную продукцию, которая будет к ним приходить. Самое интересное, что, опять же, где-то большая часть тех людей, больше половины совершенно точно, наши же люди, кто общается с населением, которые нам звонят, они коммуницируют. И многие говорят, что мы вот республиканские газеты здесь уже давно не видели, несколько лет не видели, никаких вообще. То есть, кроме районок и кроме телевизора и ватсапа и интернета. А вот что сейчас будет с районным охватом? А районный охват, то есть, у нас будут отдельные районы, где тираж, допустим, газеты «Сахасера» будет достигать 3000 экземпляров. То есть, это очень-очень существенный, очень большой тираж. Такого не было, ну, в общем, в советском времени. Но это вся республика? И стояла задача, в общем-то, максимально охватить аудиторию, чтобы, опять же, довести общественно значимую, социально значимую важную информацию для людей, чтобы разъяснить им, что происходит нормальным, доступным языком, которому наши государственные СМИ, в общем-то, стремятся. Кирилл, вообще, я за сохранением максимально долга по времени газет на бумажных носителях. Это правда совершенно. А как вы оцениваете важность бумажных, так скажем, газет в условиях республики? Совершенно очевидно, что этот тренд и всемирный, и в России, и республика, он не обошел, что тиражи печатных СМИ, они снижаются. И розница, и подписные тиражи, они снижаются неуклонно. То есть, издатели предпринимают титанические усилия, чтобы еще удержать как-то вот эту вот систему. Но статистика, я ввечу прямо, из года в год на протяжении последних 5-7 лет тиражи снижаются. И, по сути, вот это наше решение, да, это решение о переходе на бесплатную модель доставки газет для населения по заявкам, она, ну, продляет, если хотите, если угодно, жизнь печатным СМИ. И более того, она, по сути дела, дает вторую жизнь печатным газетам, в первую очередь газетам. Я спрашиваю в основном про удаленность и про не везде доступность интернета. Это тоже влияет, безусловно, на востребованность таких издателей? Ну, конечно, да. Я думаю, в Якутске здесь сидим, и тут вроде как все хорошо, тут 4G, все работает, да, и вот. А ведь далеко не так. Интернет, конечно, он шагает по республике, он, в конце концов, цифровое неравенство, оно преодолевается, и будет преодолено, наверное, в ближайшие, там, скажем, 2-3-4 года, да. Вот, но ведь людям информация нужна сейчас и всегда. То, что люди перестают читать газеты, это не значит, что им не нужна информация. То есть, здесь в этом... Ну, об этом говорит и количество подписчиков. Да, абсолютно очевидно. То есть, ну, ведь пора перестать относиться к газете как к чему-то такому вот сакральному, да, что вот трогать нельзя, да. То есть, мы это расцениваем как канал доставки информации. И если необходимо доставить информацию до максимального количества наших читателей, аудитории, мы идем вот на такой шаг, на такой ход. Изменения не сегодняшнего дня. Как менялась периодичность изданий за последние три года? Ну, с момента создания Сахомедии, это ноябрь 2012 года, собственно говоря, переход к еженедельному выходу, к еженедельнику. Это плановая работа. Еще четыре года назад мы выходили в пятиразовой линейкой. То есть, это, по сути, была ежедневная газета. Но уже тогда было понятно, и было очень много критики, что газета не доходит, что газета существенно опаздывает, что новости все стремительно устаревают. А мы что-то там в своей ежедневной газете пытаемся сделать. Поэтому сразу же в плане по развитию Сахомедии, по развитию печатных СМИ внутри нашего холдинга, и было заложено. То есть, переход на еженедельную модель. Но мы, по сути, это осуществили в течение четырех лет. Я бы, может быть, и сделал бы это раньше, если бы не определенные обстоятельства. Но что вышло, то вышло. То есть, с 2017 года наши газеты будут выходить один раз в неделю. Сахасеры по средам, Якутия по четвергам, большими тиражами с бесплатной доставкой. Так, хорошо. Каковы, на ваш взгляд, главные задачи государственных печатных изданий? Ну, в том числе и на этот переходный период. Ну, понимаете, мы должны дать людям возможность получать качественную, нормальную, релевантную, адекватную происходящим событиям информацию. С хорошим комментарием, с хорошими цифрами. Ну, то есть, чтобы у человека была возможность отобрать вот из этого информационного потока, который входит ежедневно из разных источников, да, которые люди получают из интернета, из гаджетов, из других печатных СМИ, да. Дать им возможность сверить курс свой, да, с тем, что происходит, чтобы помочь ему как-то сформировать взгляд на происходящее, взгляд на этот мир. Это очень важно, на самом деле, потому что, ну, сейчас уже есть вот такое понятие, недавно была статья в Коммерсанте, такое информационное ожирение общества. То есть, обществу предлагается настолько большое количество вот этого фастфуда информационного, да, который входит в нас отовсюду, да, из разных совершенно источников и платформ, да, и инструментов, что сложно разобраться и некогда разобраться, чего же происходит на самом деле, да. Поэтому вот роль качественной СМИ, роль государственной СМИ, она в этой ситуации только возрастает. Хорошее информационное ожерелье, мне понравилось, правда. Ну, это здорово, да, что есть, то есть. Цитата. Кирилл Алексеев. Газета «Это теперь не про новости». Чукур Гаврилев, цитата. Главный редактор Сахаси РФ. Цель государственных изданий – донести достоверную и качественную информацию. Это не новости, но это качественная информация. Информация и новости. Мы не объединяем эти два понятия, мы их разделяем. Ну, новости – это тоже информация, да, но новости у нас идут, в первую очередь, на нашем сайте, конечно, ясия.ру, это наш флагманский интернет-ресурс, который мы тоже очень активно развиваем. Он сейчас входит устойчиво в тройку интернет-ресурсов республики, а по индексу цитируемости он лидер. Два года уже как лидер. То есть, все новости у нас, то есть, непрерывная региональная информационная лента – это на сайте. Плюс это то, что дает телевидение для жителей республики. Это и есть, собственно, пример конвергентной редакции? Ну, в общем, да. В общем, это путь классический такой конвергентной современной редакции, который проходит так или иначе, или уже прошли, или проходят и ведущие российские издательские дома, и сейчас по этому пути идут и региональные издательские дома, которыми является и наш холдинг Сахамедия. Поэтому новости в первую очередь на сайте и с использованием сайта как площадки в соцсети, в мессенджеры. А в газете это квалифицированная аналитическая информация с комментариями, с мнениями людей, с мнениями экспертов. Чтобы она там не устаревала, потому что все равно сроки доставки газеты, они остаются определенные. То есть, если новости приходят к человеку в секунду, она в режиме онлайн, то газета всегда придет позже. Если вообще говорить, на телевизионном языке это называется формирование сетки, в данном случае формирование изданий. Вот это то, о чем вы сейчас говорите, это и аналитика, это, собственно, и информация развернутая. Я думаю, что мы газеты выстроим таким образом, что это будет такой, скажем, еженедельный альманах для читателя, в котором он должен будет подчеркнуть из которого максимум для себя полезной информации, которая поможет ему разобраться, что происходит, разобраться в каких-то законах, в новшествах. То есть, вот здесь мы максимально будем работать в этом направлении. Ну и, опять же, что нам дают большие тиражи, это же становятся общественные трибуны, общественные трибуны для населения. У людей будет возможность высказываться через газету, получать обратную связь с властью. То есть, здесь мы как раз выйдем на вот эту классическую функцию СМИ, как медиума, да, между властью и населением, и обществом, общественными институтами. Согласен, согласен. Реклама предусмотрена в изданиях? Конечно, реклама будет в изданиях, потому что никто не снимал задачи зарабатывать и быть экономически успешными. Прогнозируемые сроки доставки, изменятся ли они? Мы сейчас в течение того периода времени, когда мы с почтой, когда мы объявили о переходе на бесплатную подписку, мы отрабатываем с почтой, мы находим понимание и по стоимости. То есть, почта готова нам предложить достаточно хорошие для нас тарифы, учитывая, безусловно, социальную значимость этого проекта. И почта гарантирует нам качественную доставку, по крайней мере, в районный центр, это совершенно точно. Ну и я думаю, что почта в последние годы сделала очень серьезный рывок вперед. И материально-техническая база у почты улучшается, и менеджмент улучшается. Поэтому мы очень рассчитываем, что совместно с почтой, правильная абсолютно постановка вопроса, учитывая наши расстояния и коммуникации. Очень важный момент, Кирилл, на который бы хотелось обратить внимание, как изменятся штаты зданий, как он будет пертурбироваться. Ну, в связи с сокращением количества выходов, о чем мы говорили в самом начале наших газет, с трех до одного, и оптимизация объемов, штатное расписание будет у нас оптимизировано, в первую очередь, за счет технических специалистов. И мы сейчас эти процессы у себя делаем уже, осуществляем. Большое вам спасибо за встречу, это был очень важный разговор. До свидания. С вами была «Арена Событий», всего вам доброго. До свидания.